У многих участие в походе ассоциируется в первую очередь с палатками и костром. В частности с котелком над огнем и расставленными вокруг палатками. Но многие забывают, что разводить огонь можно далеко не везде. Да и возиться с дровами на каждой стоянке в пешем походе – довольно сомнительное удовольствие. Поэтому неудивительно, что компактные газовые плитки и наборы туристической посуды уверенно обосновались в рюкзаках заядлых путешественников. Сегодня речь пойдет о горелке чешской фирмы Penguin под названием Spider. Это очень мощная, прочная и устойчивая плитка. При собственном весе 230 грамм она рассчитана на нагрузки до 5 килограмм. Во всей конструкции полностью отсутствуют пластиковые детали. Сделана она из качественно нержавеющей стали. К тому же плитка очень низкая, что придает ей повышенную устойчивость. Ножки складные и в сложенном виде она легко помещается даже в карман. Конфорка плоская и довольно широкая, а форсунки направлены вверх. Поэтому огонь равномерно распределяется по дну посуды. Максимальная мощность горелки – 2600 Вт. А вынесенный на шланг регулятор подачи газа позволяет очень точно регулировать интенсивность нагрева. Сам шланг имеет очень плотную и прочную защитную оплетку и служит в ней без замены уже не один год. Под регулятором расположено унифицированное крепление Pegas, для которого подойдет большинство резьбовых картриджей. Если у вас есть адаптер, горелку можно подключить и к санговому баллону. Так как в конструкции плитки не предусмотрен предварительный нагрев газа, не стоит переворачивать баллон. Это может привести к взрыву. А для более эффективной работы газового оборудования стоит воспользоваться ветрозащитой, такой как отонка Falfeldschulz. Она представляет собой конструкцию из 8 пластин размером 20 на 8 см, соединенных шарнирами. Благодаря гибкости ей можно придать максимально удобную для вас форму. Сами пластины изготовлены из алюминия. Они не только защищают от ветра, но еще и отражают тепло. Вследствие чего существенно экономят горючее и ускоряют процесс приготовления еды. Весит конструкция 190 грамм. Также мы сегодня расскажем о наборе туристической посуды Компакт от компании Кемпинг. Набор состоит из кастрюли объемом 1,6 литра, чайника объемом на целых 8 литра, сковородки диаметром 19 см и универсальной зажимной ручки. Посуда сделана из анодированного алюминия и весит всего 457 грамм. В целом это простой и довольно неплохой набор. Кастрюля низкая, с широким дном. Анодирование качественное. Даже довольно острые края зажимной ручки не оставляют царапин на стенках. Глядя на сковородку, сразу обращаешь внимание на рифленое дно. И первая возникает нехорошая мысль о попытке производителя сделать сверхтонкую гриль в сковороду, да еще и из алюминия. Но при ближайшем рассмотрении приходит понимание, что это просто ребра жесткости. А вспомнив, как дно у тонких сковородок при нагревании любит сдуваться по центру, понимаешь, что пользы от этого рифления будет, пожалуй, больше, чем вреда. Да и саме ребра достаточно пологий, и особый проблем с подгоранием и последующим мытьем возникнуть не должно. Также стоит акцентировать внимание на чайнике, а точнее на его объеме. Судя по размерам сковороды и кастрюли, набор предназначен для двух человек. И как ни крути, а 800 мл для двоих недостаточно. Я вышел из положения, заменив чайник из набора более крупным, с объемом 1,4 литра, который продается отдельно. Общий вес набора существенно не изменился. Габариты остались прежние, а набор складывается, как и раньше. Если вы ищете баланс между легкостью и прочностью, удобством и компактностью, то данный набор кухонных принадлежностей вам вполне подойдет и станет хорошим помощником в любом походе. Уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях боли закаляются. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Яйца. А яйца в семье должны быть под рукой, яйца они в дом несут цитос и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно, яйца весутные, полезные и питательные. Яйца богаты живительным белком, и если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца запрели, лишь бы они не подгорели. Вот, теперь ты видишь. Вот, теперь ты знаешь. Вот, теперь ты любишь. Вот, теперь ты понял, что к чему, а к том что. И студеною зимой, и зеленою весной, и с тобою, и со мной. Это яйца.